Я сегодня хочу поделиться немножко на такую непростую, сложную тему о явлении Иисуса Христа. И вы знаете, что однажды меня пригласили в Германию проповедовать в немецкой церкви, в немецких церквях. И мне было непросто, потому что я был в Германии, но я проповедовал в наших местах. А тут меня попросили проповедовать именно в немецких церквях. И вы знаете, что из европейской части тела Христа в Европе именно немецкая церковь считается сильной церковью. Очень много именно эмигрантов уехало туда из Советского Союза, немцев. Они были в преследовании тоже в Большом Советском Союзе. И вы знаете, что такое было быть немцем в Советском Союзе после Великой Отечественной войны. Они гнались так же, как евреи, и это было очень тяжело быть немцем. Потому что как только узнавали, что это немец, сразу же шутили «Хай Гитлер» или «Гитлер капут». И все, немцам доставалось тяжко. Поэтому многие из них эмигрировали в Германию. Но церковь там достаточно немалочисленная по сравнению с другими местами, такими как Италия, допустим. Я беру протестантские церкви или Франция. И, в общем-то, есть мега-церкви тоже в Германии. Поэтому было непросто именно в немецкоязычных. И мне было как бы непонятно. Я знаю, что Германия на самом деле – это сильная Европа. Это старая Европа, она сильная Европа. Это концерны, автоконцерны, величайшие в мире, качественнейшие и так далее. Это богатейшая страна в мире – это Германия. Но когда меня пригласили однажды в Шутгарте вечером проповедовать на собрании уже, я утром проповедовал о мантии, говорил о том, как пахнет ваша мантия. Я сказал, у нас было как раз откровение, что пришел старец, и он дал нам мантию. Это была мантия Еремии. Она пахла овцами. Юноша, который видел это откровение, он ее одевал. Он почувствовал, что она у него большая, и она пахла овцами. Очень неприятно. Но когда он надел ее, через него полилась книга Еремии, и стала выходить из его уст. Это была мантия Еремии. Я сказал, что в Германии известно двумя вещами. Известно Гитлером и Мартином Лютером. А третий будет кто? Сейчас ваша мантия чем пахнет? Это было очень сильное слово пророческое. Я вам рассказывал этот случай, когда около меня появился юноша. И он был босиком. Штутгарт – это была весь сеть кинотеатров. То есть все залы были заняты этой крупной церковью в Штутгарте. И был юноша такой светлый, такой с кудрями волосами. И он был босиком. Штутгарт – это офис Mercedes-Benz. Там не ходят босиком. И он сказал, у меня есть для тебя подарок. Я говорю, подожди, я поклоняюсь, не мешай. Он притянул мне шкатулку и там, говорит, у меня есть для тебя подарок. Я говорю, не мешай мне, я поклоняюсь. И я сам чувствую, ух, как интересно. Что-то, что-то. Но я поклоняюсь. Я действительно понимаю, что надо бодрствовать, чтобы мы не были такими шаткими на подарки. Правда? Поклоняюсь, не мешай. Он говорит, хорошо. И сел у ног. Сидел и ждал, когда закончится поклонение. Поклонение закончилось. Он говорит, я хочу тебе сейчас, можно пройти? Я говорю, да. Он говорит, я хочу дать тебе подарок. Кидал мне странный подарок. В то время у нас подожгли две машины. У меня и у моего брата. У нас сгорело две машины. Ну, зложелатели подожгли эти машины. Она у меня выгорела. А Бог послал нам откровение, что он меняет водяного ангела. Ангела воды, который лил благодать. Ангела судов. Ангела огня. И я ждал его проявления. И он проявился. Я когда смотрю, машина говорит, я думаю, Господи, слава тебе, пришел ангел огня. Я радовался. У меня была радость. Духовная радость. Не было вообще никакой грусти об утрате. И он дает мне в этом подарке, в этой шкатулке две купюры. Одна 100 евровая, которая по бортам давала, сожжена, но весь номер сохранен. Индетелекционный номер. То есть ее можно в любоманке поменять. Но вся обожженная круглая. И вторая 100 евровая купюра, то есть 200 евро обожженных. А буквально несколько дней назад они сгорели. И второе, там было пять сережек с драгоценным камнем в золоте. Пять сережек. Пять. И золотая цепь. Я подумал, какой странный подарок. Я говорю, спасибо. Я понял, что это пророчество. Иногда Господь говорит не словами, Он говорит символами. Это было пророчество. Я даже жалею, что эти потом купюры поменял. Сейчас носил бы их. Явление Христа. И потом вечером мы забирались, и я говорил, о чем я буду говорить. И снова Господь дал слово. Я сказал, кто из вас видел последний раз Христа? А это немцы, представьте. Мерседес Бенз. И было молодежи много, там было много людей. Я сказал, я хочу спросить вас. Это же, ну вы такие немцы, молодцы. Кто из вас видел последний раз Иисуса? А вообще кто-нибудь видел Его хоть раз в жизни? Ну конечно, сердцем, да. Ну это понятно. Но я знаю людей, которые видели Иисуса много раз. Которым Он являлся. И Павел апостол не говорит о видении сердца. Он говорит, что Иисус Ему являлся. Я четырежды читаю в Писании, как разным образом являлся. То есть это в деяниях. Что Павлу являлся Иисус. После того, как Он закинул в Синедрионе, что за чайное воскресенье мертвых Меня молит, Иисус явился и говорит, дерзай, Павел, ты так будешь свидетельствовать. По дороге в Дамаск. Потом в Каринфе, что у меня много людей в этом городе. И Господь являлся. Он прям конкретно пишет, что мне Господь являлся. Когда вечерю Ему показал, как делать, сам Христос Ему явился и открыл. И Он словами Луки пишет, точно так же, как Лука написал. Но это Павел писал, а не Лука. То есть это очень серьезно. И я сегодня хочу высвободить здесь, что Господь хочет вам являться. Это очень серьезное задание, очень сложное. Я не говорю про ангела. Я не говорю про пророчество и про сон. Я говорю, что Иисус обещал являться Своим. И Он сам сказал апостолам, когда Он их избирал, что отныне будете видеть небеса открытыми и Сына Человечего Своего, сходящего и восходящего. И это слово принадлежал не только апостолам, но нам принадлежит здесь, у восточных ворот. Это очень серьезное задание. И я хочу сегодня открыть этот сезон, провозгласить его, явление Христа, чтобы мы востребовались, чтобы Иисус к нам стал приходить. Я хочу сказать абсолютно за Господа моего, и я верю, что я не согрешу, что Он стоит у дверей и стучит. Все дело в невесте, которая намыла ноги, намазалась, легла в постель, у нее есть свои дела, а Он стоит тут у ворот и стучит. Он хочет нам являться. Тот, который за нас жизнь отдал, разве у Него есть другие дела, кроме нас? Разве мы не вожделены Его сад? Разве Он не хочет с нами проводить все свое время? Я понимаю, что Господь занимается многими вещами, но если мы венец творения, а ангелы находятся сегодня в совершенном образе, в совершенном состоянии, то там нет такой искупительной работы сегодня, как здесь сегодня на земле, на церкви. Поэтому желание сердца Господа являться нам и общаться с нами, и работать с нами, быть вместе с нами, но мы заняты с вами. И вот почему. Я говорил, что, ну, и мало, там вообще никто руки не поднял. И когда я, помню, закончил проповедь, я рассказал, как однажды я видел Иисус, когда пришел, Он показал мне. Сильно, вот изменило меня навсегда. Теперь я распознаю апостолов ложных. Если в них нет этого качества, которое Иисус мне открыл, я знаю, что это ложные апостолы. Я думаю, Господь специально мне это открыл, чтобы я мог распознавать это качество в них. И когда я смотрю на апостола, который себя апостолом называет, и вижу, что в нем этого нет, я понимаю, что это ложный апостол. Это кротость. Царская кротость. Хотя у меня у самого есть проблемы с жесткостью и с недостатком кротости, но Господь научает сокрушить себя. Надо быстро просто прийти, сокрушить себя, сломать и смириться. Потому что ты ничто, ты прах, ты пепел, ты червь, ничего не значащий. Мне просто это сделать, легко. Раз себя и поломал. И все думаешь, да, я червяк, я ничего не стою. Хочешь, ноги тебе омоют. Если, конечно, Господь скажет. А хочешь, поломаю об коленку. Если Господь скажет. Такие люди непобедимы. Их невозможно победить. Потому что они смерти не боятся. А если мы победим страх смерти, мы победим весь мир. И братья стали подходить после собрания и говорят, ну ты сегодня разломил. Говорят, нам стыдно, но мы все думаем головой. Такого Евангелия мы давно не слышали. Я говорил о явлении Христа. И хочу вам сегодня сказать, чтобы мы открыли сезон посещений Господа. И сразу брали высокую планку. Сразу взяли самую высокую планку. Это что Иисус хочет к нам приходить. И я скажу вам от Него, от Его сердца. Потому что я знаю, что это слово необычное. Так проповедники не готовят проповедь. Я кидаю вам вызов. Всем нам и себе, прежде всего. О посещении Христа. Нас. Во снах, ночами, в видениях. Непосредственно сам. К моему отцу пришел Христос. Он уверен, он был атеистом, он не верил в Бога. И он услышал голос. Я сохранил тебя для отца моего. Если убрешь для греха, то родишься снова. Он повернулся, никого нет. Пошел, проверил дверь, она была закрыта. Записал. Спросил у меня. Я нашел в послании Иуды, что это был Христос. Ангел никогда не скажет о Боге Отец. Не может будильник или машина назвать создателя отцом, директора завода. Это творение. Ангел. Вы не найдете ни одного места писания, когда ангел называет Бога отцом. Его называют только Иисус Христос и его братья. И поэтому молитесь же так, сказал Христос. Отче наш. И никого не называйте себе отцом, потому что один из вас Отец Бог. И учителем, потому что один учитель Христос. И вот Господь хочет являться. И являться в двух вариантах. Первое – это как Сын человеческий. Писание говорит, когда Павел пишет такие слова, что «Ибо я первоначально преподал вам, что сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, погребен был, что воскрес среди них по Писанию, что явился Кифи, потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили, потом явился Иакову, также всем апостолам, а потом после всех явился мне, как никому извергу, «Ибо я наименьший из апостолов, я не достоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью». Слушайте, о каком говорит? Это не о прозрении сердца, о посещении во снах. Это явился Павлу, который никогда не видел его воплоти. И сегодня Господь продолжает являться. Он продолжает являться даже в Мекке во время хаджа. Я слышал свидетельство, когда прямо во время хаджа, когда просто миллионы людей, они совершают этот хадж, он приходит ночью и говорит, «Быстро выйди отсюда, потому что тебе здесь не место». И человек поднимается ночью, уходит в свою деревню и просто рассказывает о том, что ему пришел Ешуа, Иса, на ислам, на мусульманском, Иса. И он сказал ему выйти оттуда. И он начинает этой деревне проповедовать постоянно только вот это. У него проповедь пять минут. И люди спасаются. Я был в Афганистане. Мне рассказывали несколько человек, которым Господь приходит ночью. Он им являлся, он говорит им через сны, без проповедника. Эти лица передо мной. Мы беседовали в тайных собраниях, как Господь посещает афганцев. В Тибете Господь тоже приходит. В самых закрытых местах, в Северной Корее, Господь приходит. Туда, куда мы не можем прийти, Он приходит. Я вспоминаю свидетельство одного брата, который рассказал, как у него одна евреянка молилась Иегове. И ей явился Иисус. Иисус приходит сейчас по всей планете к Своим. Но в церкви почему-то у нас этого нет. Когда наводнение было, это Фукусима, цунами в Японии. Мы специально поехали в Японию. Я поехал в Японию, чтобы встретиться с пасторами. И поехал с пастором Че, чтобы познакомиться с пасторами Японии. Потому что мы получили письмо, три точки зрения было. Это пасторы написали, японские пасторы написали три точки зрения. Первое, что это сделал дьявол. Представляете? Второе, что это сделал Бог. И третье, что это ни тот, ни другой не делал. Они где-то были в другом месте. Все само природа сделала. И японская церковь разделилась на три разных лагеря, которые имели вот эти три точки зрения. Одни думали, что это Бог, а другие дьяволы. Представляете? И когда я поехал туда, я был в шоке, потому что некоторые пасторы говорили, что это дьявол сделал. Господь говорит, есть ли бедствие, которое я не допустил бы? Есть ли какое-нибудь событие в городе, которое я бы не повелел этому произойти? Читайте «Плащ Еремии». И такое познание слепое, дикое, что они Бога вообще, как будто Бога там не было, когда миллионы людей, даже церкви, были затронуты, сметены. И там же святые тоже молились. Куда Папа смотрел? Он сказал, мое золото. Знаете как? В наших радиокомпьютерах, системах, кибернетических аппаратах, в городах, в мегаполисах очень много платины и золота. Господь берет волну и забирает тонны золота снова себе, потому что мы неправильно его использовали. И все это волна забирает снова в океан, потому что мы его осквернили. Мое золото, говорит Господь, мое серебро, говорит Бог Святой. Он знает, как забрать свое. Поэтому сегодня нам надо расшириться, потому что мы слишком его посадили в молитвенный дом, арестовали и закрыли в клетку. У нас арестованный Бог, арестант. И поэтому одно из самых редких мест для посещения Христа – церковь. В самых закрытых местах мира сегодня Христос является тысячи раз за ночь. Приходит, приходит повсюду, повсюду. Если вы когда-нибудь пойдете в закрытые места, вы найдете людей, которые переживали посещение Христа. Но в церкви сегодня это дефицит, крайний дефицит. Может быть, с нами что-то не так? Я не знаю, зачем она так сильно намазалась, что прямо на пол нельзя было наступать. Для кого она мазалась? Может, там кто-то под кроватью сидел? Для кого она мазалась, когда Он пришел? Вы подумайте, какое безумие. Она намазалась елеем, мира, благовонными мастями. И вот, наконец-то, Он пришел. А она говорит, да я не могу. Ты не вовремя. Он говорит, возлюбленный, открой, потому что у меня кудрик открыт влагой. Я, ну, промок, открой мне дверь. Нет, ты не вовремя, дорогой. Мне некогда. Я не знаю, это настолько безумие. Вот это состояние современной церкви. Она занята собой. Вы посмотрите сегодня, начните проведать о миссии, выставьте эти мощнейшие откровения, ролики. Никому они не нужны. Их смотреть никто не будет. Только несколько человек, которые бодрствуют. Дайте настоящее пророчество о последнем времени. Оно тоже не будет популярным. Но дайте сегодня то, что дает пищу для эгоизма, дает пищу для того, чтобы получать обслуживание себя, о своей жизни, чтобы улучшить качество жизни, улучшить комфорт жизни. Все. Тысячи просмотров. Все начнется. Все. Ажиотаж. Бум. Представляете, вот это состояние церкви, которое говорит, мне некогда открывать тебя. Мало ли, что ты там за дверями. И Христос не посещает церковь. Я видел места, где люди, которые далеки от церковной жизни, видели Христа по нескольку раз. И были места, где люди, которые всю свою жизнь живут, ни разу его не видели. С нами что-то не так, ребят. Я хочу просто сказать, что да, я буду заканчивать. Что Он Своим явлюсь Сам. Иисус приходит как Сын Человеческий. И Бог многообразно говоривший издревле отца и пророков в последние дни говорил Сыне, который поставил наследником всего. Я понимаю, как говорят наши братья с других динаминаций, что Он говорит через слово только. Сейчас уже не говорит в дарах. Это уже такие крайности. Вы знаете, здесь есть люди, которые видели Христа. Он посещал. Ты не можешь это никуда засунуть. Ты не можешь это никуда приделать или спрятать, потому что это меняло тебя. Я знаю в нашем братстве многих людей, которые переживали, видели Христа. Тот, кто видел Христа, он просыпался уже или выходил из видения измененный, потому что это меняет. На каждое откровение вы должны, те, кто видел Христа, вы должны держать Его всю свою жизнь. Потому что это не ангел. Это Сам Христос. И вы должны держать. Потому что я скажу вам, это не видение, это Сам Христос. Он говорит, к Своим явлюсь Сам. То есть сходит с небес, идет Сам и является к Своим. Если Он пришел к тебе, значит это очень важное посещение. Пойми, самая главная идея откровения, которая была с посещением Христа, почему Он это сделал. Потому что Он хотел донести тебе что-то важное. Вычисли каждое, каждое, каждое откровение. И как здесь написано сегодня, видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедленно жди его, ибо непременно сбудется и не отменится. И начало сегодняшнего послужения получилось, что твой час для многих пришел. И твой час посещения наступает. Господь сказал, посему так я поступлю с тобой, Израиль. И как я поступлю с тобой, то приготовься к сретению Бога твоего. То есть приготовься к посещению. Я хочу высвободить сегодня этот сезон, что мы должны переживать посещение. Просите, чтобы Иисус к вам явился. Я не говорю о том, что вы слова не знаете или еще какие-то вещи. Бояться даров, это, ну, знаете, далеко ты не пройдешь. Если ты боишься заблуждения, даров боишься. Прекращайте. Это детский сад этот надо оставить. Надо двигаться в те вещи, которые нам еще надлежит раскусить. Мы с вами опаздываем вообще. Опаздываем от апостольской скорости. Опаздываем от зрелости. Мы с вами опаздываем на 2000 лет. Мы серьезно опаздываем. Нам некогда сейчас заниматься страхами. Нам надо бежать вперед. Бежать, нестись, лететь. И сегодня сон послала сестра. Она видела ночью, как толпа церковников шла по дороге. И там были всякие фарисеи, книжники в саванах. Все такой харизматой. Что-то занимались гуманитаркой. Ящики все свои таскали. А мы летели над ними. И там были сложные завязки, развязки дорог. И были разные другие там сложности с дорогами. Но мы летели над ними. И когда летели, увидели, что начинается новая дорога. Необычная, дивная, новая. И я понимаю это откровение. Что так нами надо двигаться. Мы с вами не успеем исполнить волю Божию, если будем бежать вместе со всеми. Мы не обычная церковь. Мы апостольская церковь. И мы должны лететь, а не идти. Мы должны двигаться в Духе Святом. И второе, Иисус, да, является как истинный человек. Понимаете, что человечность Христа, это очень важно. Человечность Христа. Подойди, Руслан, сюда. Вот человечность. Он пришел как человек. Если бы Христос сегодня пришел, Он пришел бы как человек. Его невозможно было найти, пока Он не говорил. Его невозможно было увидеть среди апостолов. Он ярко не выдавался ничем. У него не было отличительных знаков, как у них там, кадила, кресты, бороды. У него не было. Иисус был как все. Поэтому, когда Его искали, не могли найти. Он выглядел как рыбак, как апостол, как странствующий в Иерусалим написано. То есть, Он обыкновенный был. Если бы сегодня Христос пришел, многие бы из нас Его не узнали. И они Его и не узнали в Ямаус, когда шли уже прославленного. Представляете себе, как это надо... Ну, то есть, Христос был как простой, можно сказать, парень. Нерелигиозный. Он был вообще нерелигиозный. Он ел неумытыми руками. Нарушал их заповеди, которые церемониальные. Суббота и все такое. То есть, Он был Сын Человеческий. Поймите, что Христос может прийти, как Сын Человеческий. И многие из вас могут не узнать Его, но это Сын Человеческий. Полностью человек. Человек. Сто процентов человек. Вся та же боль, те же искушения, те же борения, те же слезы, те же переживания горечи оставленности, предательства и так покинутости. Все то же самое. Христос. И Христос может являться, как Сын Божий, потому что Он так же приходил, как Мелхиседек, как Тот, Который был в печи, в огне, среди Мессаха, Седра Хавдинага, как вождь воинства Господня при Иисусе Навине, как прославленный Христос на горе Преображения, когда одежды так были светлые, что белильщик не может выгореть. Христос явился на острове Патмос, и Христос так может к вам прийти тоже. Поэтому будьте готовы, как Сын Человеческий и как Сын Божий. И сегодня я хочу молиться о том, чтобы церковь открыла ворота своего сердца, чтобы впустить Христа. Потому что Он сказал, я стою у двери и стучу. Если кто отворит, услышит голос и отворит. Это все про песни песней, а это написано в Откровении. Тот же Христос уже через века все продолжает стучать у ворот. Это мертвой церкви, спящей церкви, которая занимается собой, своим эгоизмом. Она вся надушилась, знаете, как невесты, которые выходят за себя замуж. Их жених не сильно интересует. Главное, чтобы они были красивыми. А есть невесты, которые полностью погружены в жениха. Она собой не сильно интересуется. Она им только поглощена. Вот церковь сегодня должна быть полностью поглощена не собой, а им. Тогда Христос будет постоянно приходить и будет с нами работать, будет наставлять. И нам надо открыть сегодня сердце.